Как и передавали, власть перестала вывозить с Майдана мусор. Вот видно с Крещатика тоже. Баррикады стоят. Менты стоят, ну, гаишники стояли там возле Бессарабки. А тут продолжается власть Сечи. Вон стоит автомобиль ГАИ в центре экрана, но они просто стоят. Баррикады в флаге оппозиции. Ну, тут охраняют люди, отряды самообороны. И тут у них лагерь маленький. Слева здание Киеврады. Оно уже много дней, много дней уже оккупировано. И видел фотографии, что перед ним сварили противотанковые ежи. Интересно, сейчас будет глянуть. Ну, да, это перед зданием Киеврады. Смотрю, тут признаки, что перестали вывозить мусор. Ну, и вот ежи противотанковые, ключевая проволока. В первый раз вижу, что открыты эти двери. А ну, зайду загляну вовнутрь. Ага, там туалеты даже стоят. Как в Смольной двери. Ага, как тут все внутри-то. Ага, а вот это ремонтируют СУ. Видно, главное, нет, не видно чуть-чуть. Гляжу, увеличилось присутствие партии. Там партийные флаги, тут партийные палатки. Людей меньше возле Киеврады. Заглянуть можно. Может, раньше тут такие были очереди, я и не заходил. Загляну сейчас. Пойду, посмотрю, что там внутри. Пускают с документами только, так что я так просто... Если мне не зайду, оставил паспорт дома. Ага, это видно, выгналы спильную справу. И сейчас тут заправляет свобода. Националисты, они устроили правила жестче. Это вход только по удостоверению лично. Там, я смотрю, там... Ящик для сбора денег. Я так думал что-то положить, а потом подумал, что... Увидел, что это свобода. Не, я лучше дам спильной справе денег. Так, тут молодежь около пианино. Вот тут греются возле огня, возле бочки. Здание Киевсовета. Там перекрыт еще проход на Лютеранскую. Ну и, смотрю, люди возле палаток. Ну да, тут же изменилось со временем его последнего визита. Пойду посмотрю, что делается на Майдане. Так, это, смотрю, палатки спильной справы. Она такая организация, активная. Они обслуживали свободные выборы, организовывали. Ну, это вверх по улице прорезной. Тут тоже стоит баррикада. Так, уже иду, приближаясь к Майдану. Так, тут Янукович с Азаровым. А вот эта вот спильная справа, ее вроде партия свобода выгнали с Киеврады. Так, некорректно. Красиво у них оформление. Шрифты, графика. Смотрю, что людей, у них много. Они смогли проконтролировать свободные выборы даже в Донбассе где-то. Ну и вот я подхожу к Майдану. Последние палатки по Крещатику. И уже перед Майданом редут. Снова много флагов партий. Вижу. Тут протянута колючая проволока. Снова тут много мусора. Вроде как киевская власть перестала вывозить. Люди охраняют вход. Ну, сейчас я, наверное, выключу. Пройду и потом уже включу видео. Тут разливают чай. Чувствую запах лимона. Тут ребята, которые охраняют этот вход. Тут разливают чай. И тут тоже много мусора скопилось. Ёлка, из-за которой, которая послужила предлогом. Туалеты, костры. Это приятно, это приятно. Молодцы. Я думаю, что людей значительно меньше, чем обычно. Нет, 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 нет. Людей меньше, чем раньше тут было. У нас горячие все. У нас еще есть горячие музыканты. Динамика. Так, шановные друзья. Зараз мы будем продолжать хвилерную техническую паузу. Раньше все было занято людьми. Сейчас свободно. Ну да, видно, возникла потребность в новых идеях, в новых подходах. Власть ослабила прессинг. Сейчас он подошел к палатке. Людям и стал оборонный майдан, которые в самые горячие хвилины находились на баррикадах. Слава лев! Потому что нашу первую акцию, если мы будем проводим, без них нас подбили. Это же проблема власти, почему бы они это сделали. Но это неправильно и неприятно. Ого, сколько кирпичиков. Кирпичиков. С названиями городов и сел. Театрали, кинематографисты и митцы. И вот прошло 9 лет, и снова тут все. И вот, знаете, украинский народ, он достаточно терпеливый. Ему можно даже так вот нижку закинуть на плече. Но когда уже ноги начинают смешивать и не так чебирят, то украинцы перестают терпеть и выходят на майдан. Спасибо всем. Я хотел бы еще сказать и закликать все. Ну, а это ближе к Стелле. Тут возле Стеллы вроде руководители бывают гражданского сектора. А вот тут казан для плова. И делают бутерброды, кормят людей. Вот тут смотрю, и юноши, и девушки. Жизнь кипит. Это Стелла. И тут что-то приносят люди. И еда тут есть, и орехи смотрю. Ого, тут прибавилось и палаток возле этого торгового центра. Тут с самого начала был пункт питания и сейчас есть. Хлеб, сало, чеснок. Генератор. Дело себе. Шмоток хлеба с салом. Обычно, когда на таком... Так прохладно тут. Когда ем, очень вкусно. Вкусно. Хлеб с салом на Майдане. Сейчас еще попробую поискать где можно сдать деньги. Так, тут и церковь такая. В шатре. В шатре. В шатре. На Майдане люди пахаются. Закохаются. Другие. Слышны. Но надо пахать. Ага. Отсюда идет трансляция. Вот видеокамера. И отсюда вид в сторону сцены. Ага, вот ребята привезли дрова для обогрева. Ага. 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 Да, смотрю, что и тут возле этой баррикады людей стало меньше, что-то надо придумывать, чтобы киевляне пришли, что-то надо какие-то движения новые, что-то надо придумывать, что делать. Потому что так визуально спадает количество людей, спадает количество... силы протеста, надо какие-то уже конструктивные вещи, наверное, давать. Депропетровск. Днестр, Николаев, Донецкая область, полевая кухня. Я подхожу к Дому профсоюзов. Тут так плотненько люди, баррикады там, а вот вход в Дом профсоюзов. Тут, наверное, впускают всех свободно, без удостоверений. Сейчас узнаем. Уже пропускная система, но, видимо, имеет смысл. И людей уже меньше. Да, ну и ну. Что в Киеве творится? Ждал я, что когда-нибудь будут какие-то поневые кухни с баррикадами. Ага. Тут сразу можно вкатить катушку от кабеля в проем баррикады. На приколы. Интересно. Когда же закончится и как? Что будет дальше? Но, видно, срочно надо что-то думать. И срочно надо что-то придумать, чтобы это стало более интересно киевлянам. Киевляне уже устали от такого ощущения. Сейчас хорошо какие-то придумают такие решения, изящные, красивые, мудрые. А тут смотрю, что вот помощь при преследовании правоохранительными органами. Полезное дело. Ну что ж, я посмотрел все. Удовлетворен. Наверное, буду возвращаться домой. Красивый кадр, парень с девушкой. Исказка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А фильм отец. Для врачи и кончика. Обратите и сливки. Наталья. Темношебная музыка. Играет музыка. Вот, собственно говоря, что сегодня происходит. Ну, еще там гляну. Ёлка окружена ребятами. Оказывается, охраняют ее. Видно, что вылазили и не падали оттуда. Так, тут, смотри, украсили ёлки, которые тут есть, звездочками, лентами. А там на еще укрепление. Смотрю, что много используется снега, баррикадов. Видно, стало меньше людей и осмелили партии политические, развесили свои флаги. В последние дни я читаю в прессе, что как бы заговорили о том, что Майдан у них один лидер. И с одной стороны так, с другой стороны аргументируют, что нет, надо поддерживать горизонтальные связи. Но смотрю, что все эти мужчины, которые тут есть, им бы хорошо иметь одного лидера. Чтобы они смогли свои права проявить. И тут тоже выдают чай, горячие бутерброды. Девушки. Убирают мусор. Да, в прежние дни тут стояло микроавтобусов, автомобилей значительно больше. Сейчас только чуть-чуть осталось вот тут вот. Ну, это около Цумая. А тут все свободно. Разъехались уже люди. Да. Ну, а вот я подошел к бывшему памятнику Ленина. Тут вот стоял Ленин с протянутой рукой. И тут его зацепили за шею и бросили вот сюда с головой. А зацепили как его? Закидывали, да? Залезли, а тросом зацепили и в эту сторону потянули. И сюда прямо вот головой. Я лежал тут еще так, а дня четыре вот обкалывали. По чуть-чуть. Да, в Киеве что-то невероятное происходит. Кто бы думал, но... Тут разрушенный памятник. Вот реклама красивая девушка. Тут суши-бар Евразия.